Привет, друзья! Вы на канале Xiaomi Ser. Сегодня мы поговорим о самом простом и актуальном способе смены прошивки MIUI на смартфонах Xiaomi. Без разблокировки загрузчика, без компьютера, без рут-прав и даже без единого стороннего приложения. Таким образом, вы сможете не просто сменить версию прошивки, ну, к примеру, на индонезийскую с MIUI звонилкой и полноценной записью звонков, но и при желании откатиться на более раннюю версию. Да, такой способ действительно существует и работает, однако имеет ряд нюансов. Чтобы более детально его изучить, мы протестировали на нескольких своих смартфонах Xiaomi с различными версиями MIUI 12 и выше, в рамках одной версии Android. Так что в этом видео мы подробно рассмотрим этот способ перепрошивки, на каких моделях он будет работать, разберем решение возможных проблем, но самое главное, сделаем вывод, чем этот способ может быть опасен. Поэтому, перед тем, как приступить к перепрошивке, обязательно досмотрите видео до конца, даже если вы о таком способе уже слышали. А перед началом не забудьте подписаться на канал, чтобы не пропустить другие полезные видео по MIUI. Поехали! В первую очередь, конечно же, следует сделать бэкап всех важных данных и скопировать их на компьютер или в облако. Так как может понадобиться сделать полный сброс данных после перепрошивки. Каких именно случаях, покажем в процессе. Тем не менее, резервная копия ваших данных точно никогда не будет лишней. Друзья, будьте предельно внимательны, все действия вы совершаете на свой страх и риск. Что ж, для начала нам потребуется скачать две версии прошивки для вашей модели смартфона. Первая, это которая у вас уже установлена на данный момент. Вторая, на которую вы планируете перейти. Так что переходим в раздел о телефоне и внимательно запоминаем текущую версию прошивки, включая буквенный индекс. В нашем случае это Mi 10T Pro с установленной MIUI 12.5 Enhanced с индексом MI, то есть с самой обычной ходовой глобалкой. А прошиваться мы будем, к примеру, на европейскую версию с индексом EEA. Для лучшего понимания различий в индексах, вот вам небольшая расшифровка самых популярных, между которыми мы свободно перепрошивались данным способом. Обратите внимание, прошиваться, к примеру, на китайскую версию с заблокированным загрузчиком категорически запрещено. Это верный способ окирпичить смартфон, как и любым другим кастомам без разблокировки загрузчика. Восстановить смартфон после этого можно будет только с помощью специального аккаунта или в авторизованном сервисном центре. В общем, даже не пытайтесь. С версиями, надеюсь, разобрались. Далее переходим на популярный репозиторий прошивок NUROM. Ссылка есть в описании к видео. Находим свою модель. Вспоминаем версию установленной прошивки и версию, на которую планируете перейти. И скачиваем полную прошивку для рекавери. Не перепутайте с версией для ОТО или Фастбуд. Теперь начинается все самое интересное. Переходим в настройки устройства и открываем раздел обновлений. Здесь нам понадобится пункт «Выбрать файл прошивки» в меню три точки. Если же его нет, нажимаем несколько раз подряд на логотип MIUI, пока не появится уведомление «Дополнительные возможности включены». Теперь через заветный пункт «Выбрать файл прошивки» переходим к скачанным прошивкам и выбираем именно ту, что соответствует вашей текущей версии на устройстве. Начинается процесс получения данных, то есть прошивка проходит проверку онлайн. Поэтому убедитесь, что вы подключены к интернету. Если после получения данных выскакивает ошибка «Установка неофициального ВПО запрещена», значит вероятно вы скачали или выбрали несоответствующую прошивку. Проверьте внимательно еще раз. Вам необходима именно та же самая версия, что установлена на устройстве в данный момент. Если вы корректно выбрали прошивку, после проверки появится окно с запросом на продолжение установки прошивки. Но не спешите устанавливать ее. Сейчас будет решающий момент, по которому мы и определим, сработает ли данный способ перепрошивки конкретно на вашем устройстве. Итак, внимательно читаем уведомления в окне. Если перед вами надпись «Ваше устройство будет автоматически перезагружено для обновления MIUI», ключевая фраза «Перезагружено для обновления», то поздравляем. Способ должен сработать, так как установка прошивки будет выполняться через режим рекавери, куда и предлагают перезагрузить для обновления. Но если же в окошке вы видите текст «Устройство будет обновлено» без ключевой фразы «Перезагружено для», значит на вашем устройстве обновление прошивки происходит напрямую через раздел обновления, без перезагрузки в рекавери и в таком случае способ перепрошивки скорее всего не сработает. Это касается новых моделей Xiaomi. Мы проверяли на Redmi Note 10, Xiaomi 11T, Xiaomi под пятом и более новых. Тем не менее, попробовать все же вы можете, в крайнем случае просто увидите ошибку проверки. Что ж, перейдем к установке. Теперь, не нажимая кнопку «Перезагрузить», сворачиваем раздел «Обновления», переходим в проводник и ищем наши скачанные прошивки. Они должны находиться в одной папке. Копируем название у прошивки с текущей версии. После чего эту прошивку либо перемещаем, либо даем ей любое другое название, ну например, дописываем единичку. Теперь переименовываем новую прошивку, на которую хотим перейти и вставляем ранее скопированное название. Таким образом, мы подменяем файл текущей версии прошивки, который апдейтер уже проверил и готов установить на файл, нужный нам в версии MIUI. Следующим шагом возвращаемся в раздел «Обновления» и только теперь нажимаем кнопку «Перезагрузить». Смартфон загружается в режим рекавери и происходит установка прошивки. В нашем случае мы переходим с Mi Global на европейскую, которая вышла немного позже и имеет более новый патч безопасности. Поэтому после установки прошивки смартфон успешно запускается даже без полного сброса и мы можем продолжать пользоваться им без потери данных. Однако, если мы переходим на более старую версию прошивки, где патч безопасности старше, расклад может быть немного другой. Кратко покажем на живом примере. Вот наш Mi 10T Pro с самой свежей европейской прошивкой. Все замечательно, но мы хотим в звонилку MIUI с нормальной записью звонков, которая доступна на индонезийской версии, вышедшей на порядок раньше. Делаем абсолютно все то же самое, прошиваемся. Однако, при включении смартфон либо зависнет на первоначальном логотипе, либо автоматически зайдет в режим рекавери, где нам нужно будет выбрать пункт Wipe Data и подтвердить. Таким образом, все данные будут очищены и ваш смартфон запустится как новенький. Вручную зайти в режим рекавери можно через удержание кнопки питания и громкости вверх одновременно. И помните, если вы не уверены в своих силах, лучше не рискуйте. Все действия вы совершаете на свой страх и риск. Друзья, а что думаете вы насчет этого способа перепрошивки? Сработал ли он на вашем устройстве? Делитесь своими комментариями и обязательно поддержите наше старание лайком и подпиской на канал. Впереди еще много интересных обзоров и мануалов. Спасибо за просмотр. Пока-пока.